Продолжение следует... Замечательный спектакль в Минске «Три сестры» в постановке Тимофея Кулябина. И этот спектакль привезли из Новосибирска артисты театра «Красный факел». И сейчас мы будем говорить с одним из руководителей театра Ириной Кулябиной. Ирина, во-первых, спасибо, что вы согласились дать интервью в вашем плотном графике в Минске. А во-вторых, я бы хотел начать с такого вопроса. У вас как бы такая театральная семья. Ваш муж – директор театра, ваш сын – главный режиссер театра «Красный факел». Как это в суровой российской действительности? Это как-то не порисается? Вам разрешают? Это же государственный академический театр «Красный факел». Ну да, ну в принципе, в театре ведь всегда работают династии. И не только в театре. Мне кажется, что надо всегда быть двумя раками за это. То, что передается по наследству, так не будем говорить, но и наследство династии. Тем более, что у нас Тимофей рос в театральной семье. Он с детства уже ходил в театр, все премьеры наши смотрел. И кем он мог быть, если не пойти в театр? Вот это мне как раз очень интересно. Вот как вы добились, что вот ваш сын в Новосибирске, из Новосибирска… Вы не из Новосибирска? Мы сами не из Новосибирска. Откуда? Мы сами из Ужевска, это Урал. Да, Тимофей там учился. Он закончил там 9 классов. И, кстати, учился он в математико-экономическом лицее. И, в принципе, ну так, если честно говорить, то мы его готовили к дипломатам. Учился он в хорошем престижном лицее. Образование у него хорошее, искусное. Мы как родители, ну, для нас это было самое важное – дать хорошее образование ребёнку. Но он сам решил поступать в ГИТИС? Да, да, да. Он нам это сказал, сейчас скажу, по-моему, в 7-м или 9-м классе летом мы как-то на даче сидели, и он идёт нам взаимодействовать. Ребята, у нас ребята говорят, ребята, я решил поступать на режиссер. Мы, конечно, так немножко решили. Ну, а куда денешься? Он действительно очень любил театр, за кулисами всегда находился. Вот, вы думаете, это повлияло? Вот мне просто интересно. Я думаю, многие мамы бы хотели, чтобы сын получил, сделал такую карьеру, стал режиссёром известным не только в России, но и в Европе. Я вообще-то не думала, что он там прямо на режиссёрах. Хотя ещё в лицее, несмотря на то, что это был математико-экономический лицей, у них там были все дисциплины, и театральная была, и педагог всегда говорил, что Тимофей Первый тянет руку, что-то там ему надо рассказать. Он очень много читал. Он очень с малолетства, он был на улице, он очень редко бегал, гулял. Он всё было бы книгами и читал. То бишь он в седьмом-восьмом классе уже, грубо говоря, всю дыровую литературу начал уже читать. То есть вы как бы всё подаёте, что это его заслуга. То есть вы тут не прилагали усилия высот с мужем. Вы знаете, какая самое главное, что мы прилагали? Мы не работали, а мы пахались с ним. Мы просто пахались. У нас, не имеется в виду, что мы с утра до вечера работали с Александром Прокопьевичем, с мужем. И поэтому мы считали, что это самый главный пример для ребёнка. Он с нами с девяти месяцев, он поехал с нами на гастроли. Три города, Узгород, Мукачево, Суммы. Это девять месяцев ему было. Я тогда работала помощником режиссёра, и меня упросила директор поехать на гастроли, потому что там спектакли, которые главный режиссёр выпускал. Я всегда работала с главным режиссёром. И говорил, поехали, мы с Тимой на руки и на гастроли. Нет, естественно, мы, конечно, прилагали. У нас самое главное было, чтобы он получил хорошее образование. Мало того, он ведь у нас поступил в ГИТИС сразу после одиннадцатого класса. Мало того, я за него получала в лицее аттестат об окончании школы, потому что он поехал сам, поехал на курсы ещё подготовительные, чтобы поступать. Мы, естественно, когда он нам уже сказал, что он хочет быть режиссёром, мы, после девятого класса, мы его на месяц отправили в Москву. Там договорились, где-то квартиру снимали. И чтобы он привык, чтобы он адаптировался в Москве, чтобы это не казалось ему страшно. Он один у нас, очень самостоятельный ребёнок. Он всегда принимал решения сам. – Прекрасно. Для режиссёра это важное качество. А теперь скажите, пожалуйста, нашим зрителям, которые не очень, наверное, себе представляют, что такое Новосибирск, тем более театральный Новосибирск. Про Новосибирск мы всё помним только, что там был Академгородок когда-то. – Он и есть. – И есть такая вот публика интеллигентная. Они ходят к вам на спектакли. – Да, да. Здесь ничего не изменилось. Новосибирск – это культурный, научный центр. Как оно было, так и есть. Академгородок существует. Куча этих институтов научных. Это всё есть. Самое главное, что Новосибирск, он, в принципе, считается, не в принципе, он считается третьим городом России по населению. У нас с Екатеринбургом всегда идут споры, кто третий, кто четвёртый. Нет, по населению мы третий, а по площади Екатеринбург. У нас в городе девять профессиональных театров, может быть, для такого большого города с населением в два миллиона, может быть, это и мало девять профессиональных. Но у нас ещё много малых, так сказать, частных есть театров, но профессиональных девять. Из драматических, конечно, это «Красный факел», есть у нас молодёжный академический театр «Глобус», есть у нас городской театр под управлением Сергея Аханасьева, есть у нас театр на левом берегу, так как у нас в Новосибирск разделён, левый-правый берег река Опь проходит. Есть у нас в городе очень хорошая филармония. У нас был в Новосибирске такой известный дирижёр Арнольд Кац, вот он умер не так давно, и назвали филармонией его именем. Имени Кац? Да, да, да. То есть антисемитизма нет в Новосибирске? Нет. Ну, во-первых, Новосибирск всё равно считается, и так оно и есть, продвинутый город. Ну, да, продвинутый, я имею в виду, конечно. Сейчас нас иногда немножко начинает. У вас, по-моему, мэр или губернатор Локоть, это у вас? Да, да, да. И он вроде бы хочет памятник Сталину поставить, без Сталина поставить. Вот вы знаете, там идут какие-то споры, но нет, никто пока ничего не ставит. Ещё не ставят? Нет, нет. Это вот как чуть ли не сегодня в интернет новостях. У нас вот так вот борются передовые силы. Ну, есть, есть у нас. Ну, и что, и скажите, как, вот театры заполняются? Да, да, вот красный факел. Заполняются. Знаете, да. И мы вообще, если убрать Москву и Питер, то наш театр, по-моему, второй год идёт вообще первый по заполняемости. То есть какие-то годы шла Самара, потому что у нас есть такой, выпускают справочник по окончанию года, какие показатели, финансовые, заполняемость зала. Вот, мы молодцы. Хорошо. Вы молодцы, но как я посмотрел репертуар, в основном там всё-таки такие коммерческие спектакли. Вот такие спектакли. У нас нет. Как три сестры, вот я не увидел в программе, например, на этот месяц. А потому что три сестры ездят. А когда три сестры выезжают на гастроли, в трёх сёстрах заняты ведущие актёры. У нас вообще трупа просто великолепная. А в трёх сёстрах занята основная ведущая трупа театра. И поэтому, когда мы выезжаем, у нас остаётся 3-4 спектакля. И то, когда мы выезжаем, мы вот специально уже поняли, что три сестры постоянно выезжают. Мы делали вводы в некоторые спектакли, чтобы, когда мы выезжаем, мы не можем, чтобы театр стоял. То есть это основные актёры приехали с этим спектаклем, три сестры. Нет, у нас ещё много актёров есть хороших. Это у нас и заслуженные ещё, и народные остались там. Но выезжают, да, когда выезжают... Ну, как если спектакль всё-таки здесь 14 действующих лет, 14 актёров. Это в любом случае какой-то из них всё равно занят в каком-то спектакле. Это только на период, когда мы выезжаем с тремя сёстрами. Мало того, сейчас ещё мы сразу после вас едем в Таллин. А из Сталина мы ещё играем на фестивале «Территория», совершенно свежую премьеру «Дети солнца». И поэтому... В постановке Тимофея Кулябина? Да, да, вот. Мы только два раза его сыграли. И опять-таки тоже актёры туда едут, и у нас, ну, оголяется. Только поэтому вы увидели сейчас репертуар. Да, это просто... То есть на три сестры зал полный? Да, да. Но вы играете в главном зале или в малом зале? Мы играем, нет, мы играем в главном зале, но в камерном пространстве. Да, можно. У нас 220 человек. Чтобы был контакт. Да, 220 человек, потому что, ну, у три сестры нельзя играть на большой зал. Ну да, в вашем варианте. Мы его играли, кстати, в Эдеоне. Мы его играли... Где? В Эдеоне мы играли, в Париже. В Париже? Да. Мы уже хорошо проездили. Вот и расскажите. Мы уже были в Вене на Венском фестивале, три спектакля отыграли. Потом у нас был очень большой тур по Франции с тремя сестрами. Мы играли в Тулузе, мы играли в Дуо, мы играли в Балансы. И десять спектаклей мы играли прямо в Эдеоне, в Париже. Это было в том году, как раз в это время, в октябре месяце. А там большой зал. Мы играли вот в новом 500, почти 500 мест. Где-то 420 или 450. И был зал заполнен? Вы знаете, все десять спектаклей. Десять спектаклей? Да, подряд, без единого выходного. Мы, правда, боялись, как актеры это выдержат, но, в общем, выдержали. И биток, каждый день аншлаги. Мало того, чем мы дальше играли, тем больше зрителей было. Уже последние спектакли у нас даже на спинках сидели. Скажите, ну да, вот этот спектакль прославился. Ему дали золотую маску за актерский ансамбль. А какие-то другие спектакли также пошли? У нас Онегин был. Онегин замечательный спектакль. Скоро будет в Америке в кинотеатрах. Да, мы очень рады, что мы начали сотрудничать, что прокатываются наши спектакли. И когда нам предложили, это, ну, вот просто была радость и честь, если честно. Потому что с такими театрами, как Вахтангова, Пушкина, по-моему, да? Театр Пушкина. Да, да. Для нас... Сатириконра, да, Королев Райкина идёт, честно. И вдруг Новосибирск, Красный Фашел. Тимофей, Кулябин, это бренд тоже. Да, да, его Иванов хорошо прошёл в Нью-Йорке, но Онегин мне, честно говоря, нравится больше. А как вот так за границей вы Онегина показывали? Нет, за границей... Но ещё не было. Нет. Так вот, гастроли у вас в основном с тремя сёстрами, да? Вот, знаете, да, пошло с трёх... Нет, у нас давно ещё лет... Вот мы давно уже не выезжали, так, если честно говорить. Вот мы такие гастроли, на большие. Вообще театр гастролировал. Но был вот период, когда перестройка началась, как-то всё это притихло. И вот начали выезжать. Мы начали выезжать с Онегиным, ну, к Прибалтику мы объездили с Онегиным, когда «Золотая маска» мы ездили. Я в Минск смотрел. Да, да, да. И в Таллине мы были. И потом, по России, мы практически все крупные фестивали тоже с Онегиным объездили. Ясно. А вот так хорошо уже вот сейчас прям вот... Да. В прошлом году, когда здесь показывали Иванов, Тимофей Кулябин приехал с труппой. Сейчас его нет. Он где сейчас, расскажите? Сейчас в Цюрихе ставит Нору, Нору Ипсена. Вот 16 ноября будет премьера. Он поставил Шаламова, господи, рассказы. Шаламова, Калымские рассказы? Да, он поставил в Мюнхене. У него была премьера, по-моему, в феврале. И сейчас у него вообще проекты, планы расписаны до 2000 года. До 2000 года. И в основном, и в основном постановки у него в Европе будут. И он ставит, кроме драмы, он ставит оперы. Вот сейчас... Скандальный там гейзер в Новосибирске. Ну, вы знаете, это вот... Не понятно, из-за чего вы... Очень хорошая опера, чистая слава. Потом в Большом театре он поставил. Он сейчас, на следующий год будет тоже в Большом ставить русалочку. А перед этим он поставил, что я забыл? О князя Игоря. Но князь Игорь все-таки идет. Я не знаю, как его не убрал теперь Кехман после там гейзера. Но он идет редко, но идет в репутаре. У него остается мало времени для Новосибирска. Он все время где-то... Ну, через год он все равно, он как главный режиссер, он обязан... Обязан? Да. Вы его заставите приехать и шлемать посла? Нет, нет. Ну, нет. Мы все-таки понимаем, что творческий человек. И самое главное, он у нас трудоголик. Да. Просто дикий трудоголик. Мы, с одной стороны, как родители, гордимся этим, но, с другой стороны, мы дико боимся за его здоровье. Потому что... Ну, правильно. Как все родители. Большое вам спасибо. Спасибо. Большое вам спасибо. Это замечательно, что где-то в Сибири, в Новосибирске, есть такой театр «Красный факел». И есть такой режиссер Тимофей Кулябин, которого знают во всей Европе, по крайней мере. А вот как для вас, для актеров, вот мне интересно, вот вас, может быть, приглашают в Москву, в Питер, там, где вот все кипит, и вы не едете из патриотизма из-за того, что вы любите Новосибирск, или вот вы сибиряки такие особенные. Как вот вы относитесь к Москве, к московской тусовке? Мы не можем, если вся труппа переедет, знаете, это как же Новосибирск без красного факела. Зовут всем составом, всем коллективом, поэтому вынуждены отказываться пока. То есть, уйти можно только все вместе, да? Да, у нас пока отреет «Красный факел» поэтом. «Красный факел» поэтом. «Красный факел» поэтом. Все запросы, наверное, в плане. «Красный факел» приобрел. Немножко другие какие-то реакции были в каких-то местах. Они, мне кажется, к Маше по-другому относились, чем у Маши. У нее сменщик были симпатии. Мне показалось, что это уже... Небравно. Маши симпатии относились к Машей. Маша ведет себя очень... Первый раз слышу. А мне кажется, что это симпатии относились к Наташи. К Наташи, да. А, да-да-да, стиловой человек. А еще они по-другому смотрят на русскую душу. Они вот как раз-таки смотрят на русская душа. Да, надо доброго сплоставства. То есть ничего для этого не делать. Но, как бы... Длин, даже на театре. А русские душа. Да. Вот. Сама я. Чистокровная русская, в общем. И они смотрят, да. И интересно, как русское душа стродает. И видят только Наташу, которая выполняет все свои мечты. Которая родила одну прекрасных детей. Которая муж, которая любовник. Которая ее дом. У нее все хорошо. Она цветет и пахнет. Понимаете? Вот такая вот Наташа. Зато у нее душа спокойная. Она весела и бодра. И вот тут три стоят несчастных судьбой. Все вот такие вот три сестры. Очень интересно. Если говорить так вообще про ощущения по этому спектаклю. Ребята все очень правильно говорили. И каждый говорит свое. О чем он думает. То, что он чувствует. Что я могу сказать по этому поводу. И то, что мне кажется это очень хорошо у нас получилось. Это как-то по-новому прозвучало. Это не слышишь. Ты это не слышишь. Это все играется. Играет. Звучит тишина. Мне очень нравится. Особенно у нас третий акт. Когда буквально висит звенящая такая тишина. И в этой тишине такое происходит. Это что внутри этой сцены вот я там лежу. И я просто это наслаждаюсь. Потому что тишина гораздо может сказать больше. Нежели чем вот там три часа постоянного текста. Мне кажется вот когда говорит у нас тишина. Это здорово у нас получилось. Мне это нравится. Говорит сам воздух. Говорит тишина. Нет привычных каких-то интонаций. Ты не спешишь этого заезженного достаточно текста. Такая гладь. Как гладь воды. И как будто просто воздух скользит по ней. И в этой тишине как бы вот родился у нас спектакль. Мне нравится. Особенно третий акт у нас. И еще парламентов. Когда мы. Это очень. Очень. Очень дорого стоит. Когда мы. У нас есть небольшая сцена. Я спрашиваю. Как же она рассказывает про свою жизнь. Вы знаете. У меня такое ощущение. Что. И ты боишься. Боишься спугнуть эту тишину. И зал. И зрители которые сидят. Боятся спугнуть этой тишины. Правильно. Вы говорили. Что зритель немножко. Тоже он начинает как-то работать. Он у него. Он не просто употребляет то что ему показывают. Такое ощущение. Что он боится пошевелиться. Чтобы не спугнуть вот эту атмосферу. Которую охватывает и нас актеров. И охватывает уже весь зал. Люди тоже находятся в какой-то своеобразной атмосфере. Как бы даже нам подыгрывают этой тишиной. Нет. Бывает же порой в зрительном зале шуршание. Звучание телефонов. Кашли. Ну конечно с этим ничего не поделаешь. Кто-то чихает. А здесь такая. То есть у меня мужчина что. Мы боимся спугнуть. И зритель боится. И он нам подыгрывает. А это дорогого стоит. По-моему хорошо сказать правда. Что касается декораций и гаджетов. Олег Головко наш художник. Он рассказывал. Что это. Они с Тимофеем сделали такой взгляд. Как бы человека из будущего на наше время. Потому что вот. Ты гуляешь по музею. Например лежит там какая-то штука четвертый век на наше время. И там первый век на наше время. Вот между ними пятьсот лет. И мы не понимаем вообще что это откуда для нас. Это какая-то мобильность просто. И на самом деле когда пройдет время. Ведь это маленький промежуток между айфоном и самоватом. Но типа это двести-триста лет. В четыреста каком-то. В четыре тысячи каком-то году. Люди будут например играть пьесы нашего времени. Где например все будет точно так же. Человек будет сидеть с айпэдом. Но при этом наливать и самоватом. То есть это такая условность. Это не очень важно. Ведь они не мешают эти телефоны. Ну на мой взгляд. То есть это же просто условность нашего времени. Вот нам подарили такие стеклянные красивые умные телефоны. Но и без них человек чувствовал и ощущал то же самое. И будет ощущать то же самое с другими. Как только там через 100 лет. Продолжение следует...